сегодня у нас будет небольшой обзор на автомобиль toyota и steam а в двадцатом кузове гибридная версия вдовая 4 воды идет задние колеса крутятся им дает привод электромотор гибридная установка то есть кардана нету с передних колес вот раздатки нет вот дизайн вполне актуален 2010 год машина голубого цвета смотрится неплохо по моему мнению на вкус цвет товарища нет вот светлый салон комплектация простая вручное управление креслами взад вперед повыше пониже руль пластиковый управление дверьми боковыми считаю очень удобно выпустить пассажиров там чтобы не хлопали или они не понимают как открыть дверь с на и комплектация эти сиденья поднимаются на 3 пассажиров рассчитаны вот будет тесновато но можно ехать собаку можно посадить правая дверь к сожалению без электропривода максимальной комплектации идут две двери насос идет запаски нету есть ремкомплект только клей резинки аккумулятор установлен сзади как у большинства советовских гибридов домкрат где-то там спрятан баллонник вот он будет сам разбираться вот но можно положить много сумок будет семейную поездку не говоря уже о пакетах с магазина есть подсветка багажника очень удобно кстати в темноте когда что-то там собираешь ищешь розетка на 150 ватт с японским разъемом стопори и габариты диодные также дверь открывается то есть если мы не приложили должных усилий то она закроется подлокотничек тут у нас коробка от модуля глонас оригинал на особой бумаги которую очень сложно найти подделать поэтому люди которые имели опыт покупки автомобили с японии сразу же услышат этот шелест оригинального японского аукционика машина была битая в заднюю часть замена передняя левое крыло крышка багажника задний бампер цинка r салон b нормальная машина а вашему вниманию представляю кнопку глонас 27100 с установкой работать не работать не будем проверять вот кто-то говорит ноги что не работает комплектация увести мы простенькая без подогрева вот здесь вы должны быть очень много бардачков вот этот маленький неглубокий но есть вот такие вот мелкие бардачки даже у водителя куда можно положить допустим документы либо кошелек сюда что-то тоже можно из некрупного положить открывание двери очень удобно когда нужно допустим выпустить ребенка чтобы он там не дергал ручки там что-то у него не получалось хлопал дверью потом очень удобно автодоводчик вот к сожалению только одна дверь сделана под данную функцию вот режим снова помогает ездить по снегу его это езда только на электро установки хватит ее там по прямой дороге может быть километра на 4 в зависимости от заряда батарейки и простенький тойотовский ключ открывание двери багажник рукой просто открываем дверь можно открыть брелка то есть тоже подходим для кого-то открыли двери с кнопки сами сели закрыли дверь руль у нас простенький пластиковый в топовой комплектации идет кожаный руль не знаю не скажу что это минус сам езжу за пластиковым рулем в принципе не знаю не чувствую себя что я чем-то ущемлен управление только музыкой подключена к магнитофону то есть тоже управляет что на самом деле редкость потому что когда ставят мафан обычно как мне говорят в россии электрики что это сложно подключить мультируль к нештатному магнитофону в японии видно таких проблем не знают вот да все работает японский магнитофон не будет работать радио не будет работать у хозяина его автомобиля вот ему придется ставить дополнительный какой-то конденсатор или там какая-то штучка которая позволяет раз ловить российские какие-то радиоканалы магнитофон на японском то есть тоже придется если есть в городе клиента хозяин автомобиля сервис который русифицирует магнитофон и придется отдавать на перевод но не знаю я как всю жизнь ездил за японскими автомобилями то есть для меня единственно составляет небольшую проблему найти настройки выставить баз верха то есть баланс куда-то сместить допустим наперед вот управление все просто bluetooth подключение телефона диск радио это у нас звонок возможен но в россии этого не будет работать потому что эта карта специально нужно и вот это наверное идет какая-то sd карта вот ничего хитрого всю жизнь ездили на японских магнитофонах радовались очень хорошее звучание вот качество превосходит какие-то неудобства в стиле что ты не понимаешь где какая кнопка вот переключение треков громкость один раз надо заморочиться с настройками мафан красивые беленький мне очень понравился вот sd карта у человека сразу же тойота dolby digital к сожалению диска нету так что не посмотрим как играет но селектор автомата как на обычных машинах то есть не как на приусе когда идет джойстик и ты не чувствуешь передачи переключение передач вот здесь классика двигатель 2 и 4 2 аз он идет на тойота сайна харьерах и гибридная установка бензиновый двигатель выдает 150 лошадей в паспорте технического средства написано 150 лошадей вот и гибридная установка тоже дает примерно там 40-45 лошадей в расчете лошадиных сил при записи в птс электросилы так их назовем они не берутся то есть вы будете платить за 150 лошадей налог достаточно комфортно сидеть стима считается более выше классом микроавтобус чем но в оксе и сис поэтому тут другая шумоизоляция но я вот еду сейчас я слышу мотор я вот иду в небольшой такой подъемчик но сильно не давлю еду 40 я слышу двигатель ну а если не играет музыка то будет слышно из под ног звуки двигателя и допустим на высокой скорости но мы не покатаемся на нам сто восемьдесят мы просто едем по городу будет слышно вот вот то есть если человеку ваша вот этот шум что его присутствие будет в салоне то придется еще заниматься шумоизоляции арок в ногах у водителей пассажиров чтобы салон ничего не было слышно у машины пробег восемьдесят шесть тысяч какой-то вот я вот не понимаю немного есть какой-то дребезжание пластика но это нормально в принципе потому что сейчас используют не мягкий пластик как в старых даетах а используют более мягкий более точнее жесткий пластик на панель на приборной панели показан расход сколько мы проедем на литре вот но не показано допустим как на приусе сая лексусах с кибридными установками где показано то есть в какой момент установка работает куда она дает то есть что она сейчас толкает передний задник или подталкивает вот здесь к сожалению этого не видно то есть просто приборная панель которая в принципе наверно не отличается от не гибридной стимы вот просто когда ты ты едешь и видишь как у тебя машина работает вот эта гибридная установка интересно наблюдать такая небольшая игра вот здесь этого нету то есть отвлекаться от дороги не на что поэтому смотрим на дорогу мы соблюдаем правила едем по золотому мосту скорость 80 слышно шум немного колес но в принципе нормально не валкая то есть вот сейчас был поворотик с небольшим трамплином но машину как допустим лангрузер прада ее не раскачивает вот потому что она длинная тяжелая тонна 930 и не раскачивает вот сейчас мы едем в тонну тонна 930 поэтому она достаточно низкая то есть у нее не завышенный какой-то клиренс вот поэтому можно ездить по неровной дороге и вас не будет мотылять в сторону в сторону сидишь как в джипе то есть посадка у водителя достаточно высокая я как езжу на легковом седане то есть я сразу же замечаю разницу вспоминаю время когда я ездил на лексус gx460 сидишь на втором этаже поэтому видим далеко все ямки видно издалека поэтому каких-то неприятных нюансов можно избежать так так как видим все хорошо и далеко вот небольшие ямки нормально отрабатывает ходовка наверно как у камри так как машина тяжелая тонна 930 я езжу на гибриде и допустим на своей машине я чувствую как работает гибрид что я надавливаю педальку и я чувствую что работает часть бензинного двигателя и часть тянет гибридная установка вот людям сложно это понять конечно кто не ездил на гибриде вот и что я хочу сказать что на истиме я сейчас не чувствую что работает гибридная установка скорее всего это связано с тем что машина достаточно тяжелая тонна 930 а гибридная установка стоит она такая же как на приусе она везде одна то есть это сай виш даже на лексусах кроссовера rx стоит такая же гибридная установка как на приусе которая выдает там 40 сил грубо говоря не утверждаю что прям точно к сожалению не знаю по паспорту там техническому сколько вот и на легкой машине которая весит полторы тонны ты чувствуешь то что тебя подталкивает гибрид вот здесь этого ну как бы я вообще не чувствую возможно где-то идет работа вот почти две тонны без нагрузки и поэтому это установка она не будет экономить как на приусе она не будет давать такой динамики в самом начале в середине и в конце то есть на легком седане я чувствую что ну электро установка подталкивает машину что ну прям разительно отличается когда у нас 1.8 либо мотор полторашка это разительно ты чувствуешь потому что полторашка так не поедет без гибридной установки но когда мы садимся за приуса допустим мы сразу же это чувствуем вот здесь не так думаю расход будет у человека по городу наверное литров 8 на сотню когда приус будет за это же расстояние за сотню где-то ну 5.5 литра вот но когда покупаешь машину за миллион 300 я думаю то что ты там где-то ездишь и тратишь на 3 литра больше я думаю не стоит об этом думать у тебя просто высокотехнологичный автомобиль которого надо кайфовать приехали мы на стоянку ну езда мне понравилась я думаю человеку который живет в европейской части страны который который у которого вокруг какой-то автопром в стиле citroen opel там volkswagen русский русский автопром я думаю когда придет к нему эта машина он будет очень рад что ждал ее почти полгода мы купили ее в декабре шестнадцатого года на дворе шестое мая мы только забрали ее со склада почти полгода надо дать должное человеку он молодец что дождался не не начал говорить ребята я не хочу ждать там верните мне деньги там я не буду ждать глонасс пока разрешится ситуация то есть человек в россии он не купит такой автомобиль ну точнее там на западе нет аналогов гибридного какого-то автобуса честный пробег привез себе сам выбирал цветом комплектацию под свой бюджет он взял максимум что он может восемьдесят шесть тысяч для тойоты это очень мало то есть смело можно три четыре пять лет ездить менять какие-то там мелкие там резиночки саленблоки колодки всякие масла и вообще пользоваться автомобилем не прозябать по сервисам постоянно ожидая детали какие-то вот надеемся что человек когда увидит прокатится и начнет владеть этим автомобилем он не подумает блин я ждал полгода вообще это было зря надеемся что он кайфанет автомобиль